мы начинаем нашу программу двр сегодня у нас гость который заслуживает отдельного внимание хотя бы по тому факту что ты давай привет меня зовут никита а тебя реально вот на расскажи о себе вот такую общую вводящую информацию на эту камеру меня зовут настя я двр но немножко расскажу как я пришла в давай я не не родилась в церкви моя мама пришла в церковь когда мне было четыре года по стечению обстоятельств там моей мамы она попала в церковь василия витюка в городе нижневартовске там где я родилась это хэнта мансийский автономный округ это север очень далеко на севере очень морозно холодно но там есть горячая хорошая церковь куда мы пришли с мамой когда мне будет василий привет да вот и затем мы ходили с мамой и но так случилось что моего папы не стало родного и мама встретила моего отчима и они поженились когда мне было семь лет они поженились и вместе служили в церкви проводили много времени мы в церкви с родителями родители вкладывали в меня очень много библейской информации учили меня правильно жить и и вот так вот то есть очень был тоже верующим очень да они познакомились слова жизни и там как какие-то увидела особенности вообще что изменилось не знаю полностью жизнь до четырех лет что особенного происходило у вас наверное в семье что вот отличаю твою семью от семью твоих друзей и неверующих людей ну что отличало отличало то что мы были верующими это наверное самое главное отличие а в чем в чем это проявлялась проявлялась в том что ну я я не вела образ жизни такой как вели все остальные там не интересовалась тем чем интересовались мои сверстники например там у меня довольно строгий папа он не разрешил мне там смотреть например какие-то фильмы например я не смотрел один дома а то что ну просто вот в какой-то момент папа сказал что это не очень фильм я его не смотрела и однажды когда мне муж показал этот фильм вот уже в во взрослом возрасте дима привет дадим привет я не не понравилось не знаю почему но видимо в детстве заходит этот фильм потом не заходит на рождество он заходит обычно на рождество не включали но как твои отношения в школе как они складывались мои отношения в школе складывались у меня не было таких историй чтобы там не называли сектанткой или там меня как-то гнобили в школе или происходили какие-то вещи которые меня угнетали у меня было довольно довольно адекватное окружение которые воспринимали мое хождение в церковь мои какие-то принципы жизни ну довольно просто и еще у меня была подруга с которой мы вместе ходили в один класс и там проучились все время вместе ну то есть как бы у нас было двое мы как бы были нити то есть я была не одна верующая в классе то есть со мной была еще подруга вот поэтому никаких таких историй я не помню чтобы когда я там говорил о том что я верующая и я не пойду там с ними гулять пить курить там знаю еще что-то в общем ты не ходила до неделю нет нет и ну не знаю как-то адекватно воспринималась не помню таких историй чтобы это воспринималось какие-то падения уход из церкви в твоей жизни были нет я не помню таких падений но был момент когда я жила и переехала из нижневартовска учиться в город брянск ну по стечению семейных обстоятельств я переехала туда и жила у тети как бы они не не протестантской веры вот они православные но как бы я жила получается одна в окружении там людей которые не верующим можно так сказать и там была церковь в брянске такая довольно тоже консервативная я привыкла к там к одной церкви к одним каким-то там мероприятием в церкви как-то это все происходило более живо молодежь все все более как-то мне нравилось в нижневартовский а в этой церкви ну не совсем было то что я ожидала увидеть немножко она была по консервативней вот и я ходила туда с трудом честно признаюсь я ходила не каждое воскресенье потому что но мне не хотелось ходить и был такой момент что ну наверное да это меня отдалило от церкви от бога отдалила от бога тот тот промежуток жизни потому что когда у тебя нету питание каждый день в духовном в духовном смысле ты ну начинаешь увидать ты начинаешь забывать что-то мне кажется есть такая проблема двр что когда люди например приходят в церковь уже сознательном возрасте у них есть вот это вот вау я пришел в церковь мне новая жизнь все классно все круто а у нас вот этого момента нет но но и и это наверное является каким-то испытанием жизни потому что ну вот нету того той встречи что ли с богом ну вот такой яркой запоминающийся ее не было до этого момента нет то есть я как бы переехала мне когда когда переехала мне было всего 17 лет вот я поступила в колледж я уверена что молитвами моих родителей и то что они в меня вкладывали в свое время я не наделала каких-то ошибок я не пила также не курила не ходила в там в ненужные места я просто училась ну как бы проводила время не знаю лайтово ну как-то там в семье могла сходить погулять с подружками там не знаю в парк еще как-то но нет я не могу назвать это каким-то падением но был момент какого-то да то есть я как-то меньше молилась не читала библию мне не хотелось ходить в эту церковь вот и как бы я проводила время там для себя а как же произошел этот момент когда ты приблизилась наконец и богу вот это личное покаяние или как называется но по стечению того что я закончила колледж в брянске я мои родители они переехали сюда в нижний нижний новгород и мы предложили мне переехать тоже вот я переехала в нижний начала ходить церковь посольство иисуса съездила на encounter и там как раз таки и произошло вот та встреча с богом которая меня очень сильно коснулась вроде бы ты ты всегда знал что что бог с тобой ты знаешь что ты верующая ты знаешь что ты не должна делать да да ты да но когда у тебя нету этого этого личного отношения с богом все происходит ну как-то наверное не так может быть даже можно сказать неправильно вот и когда произошел encounter в моей жизни я просто по-другому взглянула на христианство что это что это был за момент как бы прикосновение нас смотрит много неверующих зрителей расскажи про про то как ты пережила бога как я пережила бога encounter это время уединения с богом ты три дня находишься в его в его слове в его любви в его присутствии ты полностью отрезаешься от мира и от всех каких-то своих там проблем и всего остального просто приходишь к богу и отдаешь ему все что есть в твоей душе все там переживания раны страданий я не знаю там все что угодно как это происходило у меня опять же у меня не было каких-то таких ярких грехов в моей жизни но в то же время я почувствовала что бог он настолько сильно коснулся меня именно на encounter почему потому что я ощутила что он вдохнул в меня жизнь как будто бы заново почему заново объясню был один момент в моей жизни я была наверное подростками даже не помню сколько мне было лет как произошло крещение святым духом на иных языках я помню что моя мама она всегда молилась каждый день и у нее была своя тайная комната и однажды она просто взяла меня с собой в эту тайную комнату или это было сколько тебе напомнили я не помню честно не помню может быть там 10 7 вот так вот как-то не помню вот то есть но как бы я помню что мама просто молится и я просто сижу с ней в комнате и я помню что в один прекрасный момент я смотрю на маму смотрю на то как она молится на иных языках и понимаю что что-то меня касается и начинаю говорить на иных языках я не знаю как это произошло я не знаю однажды меня спросили а вот как так ты там запоминаешь иные языки иные языки ты же не можешь запомнить правильно это же дар от бога и просто произошло какое-то касание духа святого я заговорила на иных языках я просто помню этот момент это был один из ярких моментов моей жизни и потом вот второй момент это был энкаутер это было такое же прикосновение духа святого как и вот тогда в той тайной комнате вместе с мамой сейчас у тебя есть ребенок как бы ты как ты ну сделаешь так будучи матерью чтобы он пережил также святого духа что-то с твоей стороны не сделаешь я моему ребенку всего два с половиной моему сыну я хочу в первую очередь бы для него другом не хочу стать стать для него тем человеком которому он может прийти и рассказать все не бояться я понимаю что может быть это это будет сложно потому что подростковый период он сложно я помню себя в подростковом периоде там в голове творится вообще яркое буйство красок и столько вопросов в твоей голове но вот чтобы пережить этот период как-то правильно и может быть лайтово мне хочется стать для своего сына другом и мне кажется если он будет видеть как мы с моим мужем служим если мы будем брать его там везде с собой также как например взяла меня мама однажды в свою тайную комнату это дало свой плод также это принесет плод если мы будем ему прививать то что есть сейчас у нас если он будет видеть то как мы живем потому что дети отражение своих родителей дети они в любом случае будут копировать своих родителей и хочется это уже замечаешь на своем ребенке я замечаю да есть такой момент что я более эмоциональный человек а мой муж он более спокойный человек и вот когда наш сын начинает как-то эмоционировать мне муж сразу говорит вот это ты от это весом да да конечно потому что ну потому что ребенок он копирует он копирует своих родителей и в нем заложено заложено все что есть у нас и я верю в то что то что он родился в верующей семье это принесет огромный плод и я верю что он будет человеком по сердцу божьему кто для тебя бог то для меня бог бог для меня это он утешитель он обличитель что значит обличитель обличитель это когда ну когда ты приходишь к богу и говоришь господь там я хочу чтобы ты работал со мной вот я сосуд в твоих руках возьми и используй меня но ведь бог корректирует нас он делает из нас тех людей которыми он хочет нас видеть правильно и бывают такие моменты что тебе кажется что вот я бы так не хотел или я бы я бы не хотел делать вот так или тебе говорит лидер через твоего лидера там через пастора ты думаешь вот я наверное так не сделал и в какой-то момент приходит обличение и ты понимаешь что это от слова от бога что тебе нужно сделать не так как ты подумал а так как тебе пришло откровение там через кого-то через там чтение библии вот расскажи как ты нас опять же говорим смотрят много наверное неверующих людей они не понимают что такое взаимоотношение с богом как с ним разговаривать взаимодействовать что это такое как ты переживаешь бога вот сейчас например как ты с ним разговариваешь что это за процесс такой я просто прихожу в молитве к богу молитва она не какая-то заученная она простая своими словами вот ты творение бога приходишь ты и говоришь ему все что ты хочешь ему сказать ты приносишь ему все свои переживания ты приносишь всему все свои проблемы ты благодаришь его за то что у тебя есть ты ну просто отдаешь ему все что есть твою жизнь а зачем ему нашу проблему ему нужны наши проблемы мне кажется но ведь он бог восполняющий бог милостливый и но а кому как не ему решать наши проблемы к мощи кому как нему ты могла бы вот сейчас наверное у каждого человека есть какая-то нужда ты могла бы просто вы сейчас то что у тебя есть духе помолись еще за нашего зрителя который смотрит нас да конечно господь я прошу тебя чтобы ты восполнил каждую нужду человека по сердцу его господь ты видишь каждую нужду ты видишь господь все что они просят у себя иисус благодарю тебя господь за то что ты слышишь за то что ты господь ведешь и направляешь каждый день иисус спасибо тебе за то что ты никогда не опаздываешь и все господь во время все под твоим контролем господь все по твоей рукой иисус во имя иисуса христа последняя просьба ты могла бы прямо сейчас на ту камеру опять же дать совет самый главный совет который ты вот человек возможно переключил на конец и видит буквально вот эти последние слова твои что чтобы ты хотел пожелать человек который вот видеть тебя первый и последний раз я хотела бы пожелать быть внимательны и добрее друг другу потому что когда ты творишь добро это добро возвращается тебе когда ты служишь когда ты вкладываешь это вернется тебе если веришь во что-то хорошее и сеешь это она тебе и вернется и Субтитры сделал DimaTorzok